Максим Якубов В соревнованиях по стрельбе приняли участие 140 юношей и девушек из 21 образовательного учреждения. Всего же в мероприятиях месячника приняли участие в общей сложности 44 тысячи жителей муниципалитета. Примерно на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Как говорят организаторы, удалась массовость. Задействовали родительские комитеты, солдаты и офицеры Фанапского гарнизона, Совет ветеранов, казачество. Улучшилось взаимодействие с этими структурами. В этом году как никогда она улучшилась. Особенно с казачеством. Это масса мероприятий. Это даже вплоть до того, что казачество оказало помощь в выезде группы учащихся казачьих от город Волгоград. 25 человек выезжало. Это очень значительное событие. Школьники ходили в гости к военным. Военные проводили в школах встречи и уроки мужества. Более 50 учащихся вместе с ветеранами проехались по местам боевой славы Анапы, Новороссийской и Темрюка. Порядка 600 юношей и девушек приняли участие в различных конкурсах и соревнованиях спортивных и творческих. От себя лично, от главы города Курортана Сергея Павловича Сергеева хочу поблагодарить всех вас за ту работу совместную, которую мы проводим. Подрастающее поколение должно знать и ветерана Великой Отечественной войны, и ветерана локальных воин, которые у нас были. И должны мы с вами воспитывать в них друг патриотизм. Это очень важно. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, месячник значительно усилило подведение итогов муниципального этапа краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани». Одна из номинаций – «Боевое имя». У комиссии был трудный выбор. В Анапе 20 героев Советского Союза. Мы выбрали Дмитрия Калинина и Сергея Нарагеляна, чтобы показать, что победила единая могучая семья. Как когда убеждалась организация «За веру Кубани Отечества», женщина из Дакии сказала, когда немцы кричали «Рус, сдавайся», независимо от национальности ответ был один. Русские не сдаются. Грузии и нормании надо, все они отвечали. Из нового акция «Офицер. Профессия героическая. Фактически профориентация». Более чем 200 школьникам рассказали о военных институтах. Лев Пивоваров отметил, что постоянно растет число выпускников анапских школ, которые идут учиться на кадровых военных. Как рассказал Максим Якубов, занятия стрельбой помогут при поступлении в институт имени Ушакова, но перед этим он планирует отслужить срочную во флоте. По словам Льва Пивоварова, вместе с патриотическим месячником работа не заканчивается. Впереди день победы, день присвоения Анапе, звание города воинской славы, а в сентябре день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.